Кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и клинической психологии НИОБИЛГУ. Тема нашей лекции сегодняшней звучит следующим образом. Самореализация в обучении как условия обеспечения психологического здоровья студенческой молодежи. Тема, безусловно, актуальна в силу определенных социально-культурных обстоятельств, в которых мы сегодня существуем с вами, пытаемся жить. Я попытаюсь вам сегодня помочь ответить на вопрос, почему так трудно в современной ситуации соблюдать режим карантина, почему у нас возникают различного рода психологические проявления и эмоциональные реакции. Коротко о том плане, который мы сегодня с вами рассмотрим, или содержание лекции. План содержания лекции представлен двумя глобальными позициями, темами. А именно, в первой части лекции мы с вами поговорим о понятии психологического здоровья, остановим свое пристальное внимание на содержательном важном аспекте этого феномена, таком как ценностные ресурсы психологического здоровья современной молодежи, студенческой молодежи. И второй кластер-блок нашего обсуждения будет касаться непосредственно проблемы сущности, феноменологии самореализации студенческой молодежи в обучении. Что особенно хочется подчеркнуть в начале нашей лекции, что психологическое здоровье современной молодежи составляет важную основу стабильного и жизнеспособного общества. Сегодняшнее поколение вступает в жизнь в непростых условиях, нарастающей неопределенности, и оказывается под прицелом действия различных деструктивных сил в глобальной борьбе за влияние. Многие ученые, врачи, педагоги, безусловно, психологи, общественные деятели констатируют, что в последнюю четверть века произошло заметное снижение психологического здоровья, да и не только психологического здоровья как такового. Особенно снижение проявляется на здоровье молодежи. У молодежи отмечается понижение, в чем проявляется снижение психологического здоровья? Прежде всего, в понижении интеллектуального уровня новых поколений, примитивизации мышления и поведения проявляется в росте апатии, инфантилизме, эгоцентризме и различных форм зависимости, в упрощенном мировоззрении и неспособности к целеполаганию. Констатируется ценностная и моральная неустойчивость современного молодого человека, ментальная дезориентация и т.д. И это обусловлено прежде всего тем, что развитие современной студенческой молодежи происходит в условиях нарастающего давления массовой культуры. Это отмечено многими исследователями в области изучения данного феномена. И нарастающее давление массовой культуры общества потребления с его пользовательско-расточительной психологией и морально-нравственной девальвацией. Это происходит на фоне снижения интеллектуальной планки системы образования и ослабления традиционных ценностей. Происходящие социокультурные трансформации, большей частью, негативно отражаются на молодом поколении, которая мучительно ищет свой путь идентичности и коридор нормальности для того, чтобы определиться с полноценностью своей самореализации в кризисных условиях современной ментальности, ментальной сферы. Проблематика психологического здоровья является ведущим, является одним из ведущих аспектов современной психологической науки, интереса современной психологической науки, и находится в сфере приложения усилий смежных научных отраслей. При этом долгое время большая часть исследований ограничилась рамками проблемы психического здоровья, в трактовках которой преобладали биологические и психофизиологические объяснительные схемы. Дальнейшее продвижение исследований в данной области связано с преодолением вот этой сложившейся медико-психиатрической доминанты и переходом к собственно личностной трактовке в рамках понятия психологическое здоровье. Об этом говорили Братусь, Дубровина, их последователи и другие коллеги. Если термин психическое здоровье фактически охватывает лишь отдельные психические процессы и механизмы, то психологическое здоровье, как справедливо отмечает Дубровина, характеризует личность в целом, как свойство развитой личности. Оно представляет собой одно из важнейших состояний личности и связано прежде всего с нравственным развитием человека. Новые исследования исходят из принципиального положения о том, что человек, будучи вполне психически здоровым, то есть, что означает психическое здоровье, он обладает хорошей памятью, развитым мышлением, ставит сложные цели, весьма деятелен, руководствуется осознанными мотивами, достигает успеха, избегает неудач и тому подобное, при этом может быть личностно ущербным, неполноценным и больным, то есть, не координирует и не направляет свою жизнь на достижение, прежде всего, человеческой сущности. Об этом мы поговорим чуть позже, что мы имеем в виду под этим понятием человеческая сущность. Он разобщен с этой человеческой сущностью, удовлетворяется суррогатами и тому подобными стимулами. Исследователи, анализирующие эволюцию психологического здоровья, утверждают, что в детский период антогенеза показателями психического здоровья являются характер общения со сверстниками, тревожность, агрессивность, мотивация, самооценка и так далее. В качестве параметров здоровой личности в период взрослости выступают такие личностные характеристики, как стремление к самоактуализации, смысложизненной ориентации, самоотношения, оптимизм и так далее. Исследование проблематики психического здоровья выступает одним из приоритетных направлений, конечно же, и в западной психологии. И составляет основу для самостоятельной психологической дисциплины, которая получила свое специфическое название как health psychology или психология здоровья. Вместе с тем, в рамках той же зарубежной парадигмы в контексте health psychology отмечается необходимость расширения и углубления научных знаний в этой области, которая вызвана конкретными нуждами оздоровительной практики, причем как медицинской, так и психологической. И на Западе, и у нас отмечается всплеск обращения за разными видами психологической помощи к различным специалистам, начиная от психиатров, которые, естественно, работают в рамках традиционной медицинской помощи и заканчивая психологами того или иного направления, работающими в разных концепциях. Многие исследователи, стоит упомянуть, связывают психологическое здоровье с процессом полноценной самореализации молодежи. Эти работы в большинстве случаев сложились под влиянием научной традиции, которая была заложена в рамках гуманистической психологии, берущей свои начала в трудах Мауслоу, Олпорта, Фрома, Франкла, Мея, Эриксона и других. Согласно данной традиции, феномен здоровья рассматривается как атрибутивный признак полноценно функционирующей личности, которая беспрепятственно реализует свою самость или селф. Представители данного направления базовыми в психологическом здоровье считают аутентичность личности, ее зрелость, самоактуализацию и самопринятие. Следующие направления представителей следующего направления, в рамках которого развивалась проблематика, изучалась проблема психологического здоровья, так называемое эвдемоническое направление, большое значение также отводили такому понятию, как психологическое благополучие и отмечена масса работ, в которых раскрывалась проблема поддержания этого психологического благополучия, psychological well-being, так называемое. Развитие новых эвристических направлений связывается с пересмотром эгофильных положений гуманистической психологии, которая, прежде всего, ориентировалась на приоритет как раз вот этого образования самости, утверждая о том, что оно изначально присуще человеку, и что человек должен реализовать эту самость, исходя из того потенциала, который ему предназначен самой природой. Но такое положение было сформулировано еще в середине XX века, и претерпело с тех пор свои существенные изменения, которые отразились, эти изменения, в новых подходах к рассмотрению проблемы психологического здоровья. Так вот, новые подходы формируются по линии преодоления самоцентрической доминанты в пользу социокультурной доминанты. Согласно данным подходам, психологическое благополучие и здоровье современной молодежи, по мнению исследователей, зависит прежде всего от состояния психосферы и ценностной организации общества. Между тем, авторы отмечают существенную деформацию данной психосферы в настоящий период. Современный мир и культура все больше погружаются в пучину спланированного абсурда постмодернийского хаоса и глобального распада традиционной социокультурной конструкции цивилизации. Поговорим немного о ценностных ресурсах психологического здоровья современной студенческой молодежи. Что же угрожает психологическому здоровью с точки зрения ценностной составляющей? Так вот, многие видные ученые, мыслители приходят к заключению, что в современном мире все имеет свою цену, но ничего не имеет ценности. Мир сжался до узкоутилитарных прагматических вещей, недолговечного пользования. Люди перестали мыслить вечными категориями, предпочитая различного рода условности и договоренности. Вот эти условия, вернее, эти договоренности условные и условности, они предпочитают долговременным обязательствам и ответственности. То есть уходят в прошлое, канут в лето слова, сказанные, и мы уже привыкли к той ситуации, когда данное обещанное слово может и, скорее всего, не будет реализовано. Это атрибут современной или, так скажем, признак современной ситуации развития, социокультурной ситуации развития. В российском обществе под различными информационными прикрытиями идет навязывание чуждого психосоциального кода в нарастающем ценностном вакууме. И это, на наш взгляд, является одной из важнейших угроз, которая сейчас оказывает влияние на состояние психологического здоровья современной молодежи. Причем молодежь мы можем понимать как в рамках высшей школы, так и среднего профессионального образования. Молодежь сейчас – это категория, имеющая достаточно широкие границы. Если рассматривать развитие современной молодежи в социокультурном измерении, то нетрудно увидеть, что под ударом различных псевдогуманитарных воздействий оказываются прежде всего традиционные ценности, такие как ценности семьи, брака, родины, бога, любви, добра, правды, справедливости и прочее. Известно, что без ценностей не может жить ни общество, ни личность. Ценности выступают носителями свернутого, лаконичного и доступного для восприятия общественного опыта. Они отражают проверенные веками, опробированные истории жизненно важные основы мировоззрения, потенциальные нормы, образцы поведения и мироощущения этноса, а также нации и общества в целом. Ценности – это выработанные самой историей, ориентиры и приоритеты внутреннего обустройства общества. Они обеспечивают устойчивость этого общества, его единство, преемственность, связь поколений, основу менталитета. Они составляют основу менталитета входящих в него членов общества и в своей совокупной передаточной организации образуют процесс, который называется традиция. Важнейшую роль в процессе передачи ценностей играет система образования как высшая школа, так и система среднего профессионального образования, вводя молодого человека в мир культуры и профессии. Но высшее образование дает возможность молодому человеку стать дееспособным членом общества, стать полноценным субъектом, и это очень важно на сегодняшний день. Образование формирует мировоззрение, мышление, умения, навыки, ценностные ориентации и жизненные стандарты, которыми в значительной степени руководствуется человек в своей самостоятельной жизни, закладывая ведущие структуры и паттерны мышления и поведения, то есть образцы поведения, паттерны, образование, соответственно, выше всему сказанному, играет ведущую роль в поддержании психологического здоровья молодого человека. Известно, что здоровый человек обладает не только здоровым телом, но и здоровым сознанием, позитивным осознанием отношениям к жизни, современные авторы, психологи, врачи, педагоги сходятся в понимании психологического здоровья как сложного динамического комплекса устойчивых внутренних процессов и продуктивных гармоничных отношений личности. Кроме того, психологическое здоровье представляет собой совокупный эффект и результат продуктивной социализации, формирование адекватной картины мира, позитивного самосознания и конструктивных паттернов жизнедеятельности. Рассмотрим структурные компоненты психологического здоровья современной студенческой молодежи. Они были нами разработаны или определены на базе изучения различных исследований в этом направлении этой проблемы. Мы исходим из понимания психологического здоровья как совокупного эффекта и результата ее продуктивной социализации, формирования активной, субъектной жизненной позиции, адекватной картины мира, позитивного самосознания и конструктивных паттернов жизнедеятельности. Исходя из существующих подходов и исследований, нам представляется правомерным выделить в этом общем виде три основных компонента психологического здоровья или психологического благополучия. Это психосоматический, функционально-психологический, второй, и духовный. Данные компоненты глубоко взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они соответствуют, если мы проведем аналогию данных компонентов или рассмотрим их в контексте, допустим, развития личности, существования ее, который определил, как говорится, в онтогенезе, по мнению Столина, то, допустим, эти уровни соответствуют уровню организма, первый, психосоматический, уровню индивида, второй, функционально-психологический, и уровню личности, непосредственно личностному уровню, это духовный компонент. И если психосоматический компонент отвечает в большей мере за телесно-физиологическое состояние здоровья, функционально-психологический компонент отвечает за регуляторно-поведенческий статус, обеспечивая устойчивую согласованную работу психологических структур, низших и высших. Духовные компоненты составляют ценностно-смысловую или нравственную основу здоровья, относясь к сфере сознания и самосознания. Эта компонента включает личностное образование, такие как ценности, смыслы, идеи, идеалы, убеждения, принципы, моральные нормы и так далее. На уровне первых двух компонент очерчивается круг процессов, составляющих основу психического здоровья. Вот здесь как соотносится, мы можем в этой схеме увидеть, как соотносится между собой психическое здоровье и психологическое здоровье. Но с добавлением третьей духовной компонента формируется уже более высокий метафизический уровень, который обеспечивает целостность личности и ее полноценную жизнедеятельность. Соединяясь вместе, данные уровни составляют целостный план паттернов и признаков, которые определяют состояние психологического здоровья. В целом психосоматические и функционально-психологические компоненты вместе составляют природный базис психологического здоровья. А духовные компоненты образуют организующую надстройку, которая управляет этими базовыми компонентами. Бесспорно верна древняя истина. Которая гласит о том, что в здоровом теле здоровый дух. Но это далеко не вся правда о здоровье. Так, если дух оказывается подорванным, то рассыпается и телесное начало. И напротив, крепость и сила духа может выправить телесные дисфункции, заставить жить и работать человека полноценной жизнью. И данная позиция подтверждена в различных исследованиях, которые были осуществлены представителями психологической науки, как зарубежной, так и отечественной. Нужно отметить, что роль выделенных компонентов неоднозначна и может изменяться на разных этапах антокинеза. Так, на более ранних этапах развития и преимущественную роль в здоровье играют психосоматические и функционально-психологические компоненты. Однако, по мере взросления, все большую роль начинает играть духовная компонента, которая начинает доминировать в подростковом и юношеском периодах, когда, собственно, ярко начинает проявляться личность, как таковая, по словам Алексея Николаевича Леонтьева, происходит второе рождение личности. И, следовательно, эта ведущая роль сохраняется за духовной компонентой в течение всей последующей жизни. На поздних этапах базовые компоненты, конечно же, могут снова выйти на первые планы, и это будет обусловлено прежде всего субъективными процессами старения организма. Однако, пока в человеке теплится сознание, роль духовной компоненты в структуре психологического здоровья остается главенствующей. И нужно сказать, что именно данная компонента психологического здоровья российской молодежи, как это ни прискорбно сообщить и констатировать, испытывает сегодня серьезные негативные трансформации под воздействием потребительского и пользовательского мейнстрима в массовой культуре и в образовательно-информационном пространстве. Так, например, если мы сравним образно, как действует данная компонента духовная, о чем мы говорим о главенствующей роли духовной компоненты по сравнению с двумя предыдущими компонентами, психосоматической и функционально-психологической, если мы сравним человека с персональным компьютером, то духовная компонента является настройками этого компьютера. То есть у компьютера может быть все замечательное, и железо прекрасное, и материнская плата великолепная, и видеокарта последнего поколения, но если настройки не работают, то все эти существующие базовые характеристики оказываются бесполезными. Они будут нам только лишь сбивать точку восприятия и создавать иллюзию пространства, которое не соответствует реальной действительности. Так вот, поговорим о том, что на макросоциальном уровне это отмечается многими учеными, которые занимаются исследованием данной проблемы. К концу XX века был отмечен системный сдвиг социальной культуры системный сдвиг социальной культуры от модели общества социального благосостояния с крепким средним классом производителей к модели общества потребления с опорой на массового потребителя-пользователя. В гуманитарном изменении такой переход сопровождается изменениями во внутренней психологической структуре, в которой непомерно разрастается потребностная сфера. за счет уменьшения ценностно-смысловых образований. Человек становится зависимым от потребления различного рода благ, которые умело фабрикуются на рынке спроса и предложений. Индивид в обществе потребления чувствует свою значимость и самодостаточность, свое достоинство, если является носителем определенного потребительского поведения, а не знаний, умений, личностных качеств или ценностей. Последний также предъявляется ему в качестве готового товара на современном этапе по сходной цене. В различных исследованиях было указано, что разрушительным последствием общества потребления выступает деформация производительной деятельности. Что это означает? Когда понятие труд и творчество подменяется понятием услуги, производительный труд сходит на нет. Жизненный успех человека определяется не тем, сколько он сделал и произвел, а тем, сколько он потребил. Известно, что полноценное мотивирование жизнедеятельности человека связано с побудительным действием как потребностей, так и ценностей. Но если потребности отражают природный, индивидный, во многом стихийный план мотивации, то вторые, а именно ценности, выражают социально-культурные регуляторы и активаторы мотивации, являясь более стабильными и устойчивыми. Потребности никогда не могут насытиться, но ценности могут сформироваться в устойчивую структуру, которая будет способствовать реализации личности и своего потенциала, и поддерживать свое психологическое здоровье как карта наподобие карта о путешественника по миру или же как карта о капитана судна, ведущего свой корабль, бушующим, пытающегося вывести свой корабль к нужному направлению, ориентируясь по полярной звезде или по этим картам, ценностным картам в буре океана, бушующем океане. Так вот, полноценные ценности как мы уже сказали, составляют вершинный слой психической организации. Потребности относятся в большей степени к глубинным, животным слоям. Такие важнейшие личностные образования как идеалы, смыслы, убеждения, принципы формируются на почве ценностей, усвоенных и воспринятых в культуре. Эти образования составляют внутренний духовный стержень личности, ее ментальную формацию. В этой связи возникает закономерный вопрос, что значит для молодого человека, ведь он находится под прессингом постоянного воздействия, постоянных угроз, которые обусловлены определенной стратегией образовавшейся общественной стратегией воздействия на создание человека. Что значит молодого человека остаться жить без ценностей? Для него значит сегодня это остаться один на один со своими потребностями, когда путь к ценностям оказывается перекрытым различными постмодернистскими вторжениями, а традиционные институты их передачи выводятся из строя. В этой связи образ человека без ценностей описан многими учеными дан его психологический так называемый психологический портрет, и он неутешителен, к сожалению. Человек без ценности превращается в беспозвоночное существо, которое вынуждено каждый раз приспосабливаться и мутировать под натиском различных потребностей, которые умело подкачиваются обществом потребления. Сознание втягивается в бесконечный круговорот удовлетворения желаний, из которого нет выхода, поскольку окно ценностей в таком обществе закрыто витрины предложений различных благ и услуг по определенной цене. Между тем ценности цены не имеют. Ценностный план бытия, мир взрослости и человеческого достоинства. Мы на этом сейчас остановим свое внимание. Для молодежи переход жизненной мотивации от потребностей к ценностям составляет важный этап возрастления. Детский период находится под действием различных потребностей. взрослый мир это мир ценностей. По мере взросления человек все больше управляется этими ценностями, как мы уже с вами раньше сказали. Взрослый как полноценный субъект означает такой статус, когда человек не только мотивируется ценностями, но и выступает в качестве их активного носителя и транслятора. Вот этот критерий отличия взрослого от ребёнка. В этом качестве он начинает влиять на других, становясь социально значимой фигурой и уже входит в мир как целостная личность. Поэтому выход к ценностям есть важный рубеж на жизненном пути человека, когда он либо делает шаг в сторону взрослости, либо остаётся в инфантильной зависимой позиции. И в этой связи задача общества помочь молодым людям сделать этот шаг, открыть для них мир ценностей и смыслов. Однако в обществе потребления такой вид услуг не предусмотрен. И новые поколения вынуждены самостоятельно искать способы перешагнуть порог взросления, пытаясь на свой страх и риск пробиться к ценностям сквозь толщу потребительской ментальности. Помимо этого для многих молодых людей такой шаг оказывается сегодня нежелательным, поскольку связан с массой сложностей, проблем и рисков, прежде всего риском ответственности. А в обществе потребления можно прожить и так, без особых забот, не занимаясь трудом, просто лишь удовлетворяя свои потребности в зависимости от того перечня услуг, которые на данный момент можно рецепиировать, а именно воспринимать без осмысления этого ряда предоставляемых услуг. В итоге значительная часть современной молодежи не может и порою в большей степени и это самый опасный момент для психологического здоровья молодежи, да и всего на всей цивилизации, не желает перейти Рубикон взрослости, оставаясь в инфантильном состоянии. Социум все больше наполняется сидеющими юношами и девушками, которые не знают долга и ответственности, но которые платят за это высокую, очень высокую цену, а именно неполноценностью своей личности. Так постепенно из современности стирается личностное начало в культуре, уходит социальная база возобновления ценностей. Нужно отметить, что именно через личность осуществляется ценностный поток в культуре. Для человека жить только по потребностям это значит обречь себя на животный план бытия. Известно, что у животных нет ценностей, они живут различными инстинктами, потребностями, у них нет сознания. Отсюда потребительский конструкт жизни, исключающий ценностный план бытия, это путь вниз по лестнице эволюции. И, как утверждают ученые, что человек, конечно же, произошел от обезьяны, но это не вся тоже правда об этом эволюционном процессе. Человек, конечно, происходит от обезьяны, но он каждый день, каждый час должен происходить от этой обезьяны, преодолевать в себе эту обезьяну, тянуть себя к высшему ценностному измерению. Сегодня с этого пути легко сбиться и соскользнуть в бездну манящих желаний и вожделений, особенно молодым людям, для которых уже готов проект по расчеловечиванию и движению в доэволюционном направлении. Начало этому проекту положено в лице общества потребления. Еще один важный аспект, который мы рассмотрим в рамках общества потребления, это виртуализация воспитательных институтов, которые актуальны как раз в контексте с сегодняшней ситуацией, связанные с тем, что мы все вынуждены локализоваться в отдельно существующих квартирах. так в последние два с половиной десятилетия ценности выводятся из-под системы воспитания молодых поколений, а воспитательные и образовательные институты атрофируются. А само воспитание сводится к практике адаптивной социализации, которая может проходить, минуя ценностный уровень. Действительно, сегодня воспитательные учреждения, хотя и существуют, но не выполняют функции воспитания. И этому есть свои объяснения. Дело в том, что в прежние времена воспитательные институты, детские и юношеские общественные организации, школы, вузы, техникумы функционировали как элементы единой системы социального воспроизводства для передачи и развития ценностей, для воспроизводства потребностей потребности в обществе потребления надобность в услугах учреждений подобного рода отпадает, поскольку существуют более эффективные инструменты воздействия. И что же это за инструменты воздействия? Это прежде всего СМИ и интернет-технологии. Именно они сегодня реально воспитывают и формируют сознание современного молодого человека. каким образом это происходит? Через эксплуатацию естественной или одной из главных потребностей человека. Какая главная потребность человека? Это познавательная потребность. СМИ и интернет эксплуатируют нещадно эту потребность. Она прежде всего выражается в любознательности. Как известный русский физиолог Павлов связывал эту потребность с рефлексом. С рефлексом что такое? Это свойственно и животному и человеку, но человеку в большей степени. Он отводил Павлов важнейшую функцию формирования поведения как животных этому рефлексу, так и человека. Современные СМИ и интернет, используя всю мощь новейших информационных коммуникативных технологий интенсивно используют данный рефлекс. Они замыкают на себе любопытство и любознательность молодежи. Они уводят ее неискушенное сознание в мир бесконечных и непрерывных информационных потоков, который состоит из готовых ответов и решений всех проблем. Например, вам Википедия или же работа Google или других поисковых систем, когда вы просто набираете в поисковой системе то или иное словосочетание и вам выдается перечень готовых ответов. Очень все удобно, не нужно думать. И вот эта атрофия мышления в первую очередь и влияет на разрушение психологического здоровья вслед за собой, ведя к разрушению всего человеческого в человеке, в индивиде. В чем состоят основные... Что еще хочется сказать, что основные функции СМИ и интернета в современном мире потребления, по мнению многих ученых, состоят в массовой рекламе, дезинформации, манипуляции и промывании мозгов. Специалисты, психологи, физиологи, врачи констатируют пагубность влияния информационных технологий на развитие психики современной молодежи. Сегодня отмечаются уже массовые случаи информационной зависимости, интоксикации и информании. Бесконтрольный, неограниченный интернет приводит к массовым психическим заболеваниям. Человек не может существовать без постоянных информационных инъекций. Вы можете провести маленькое исследование, эксперимент на себе в данный момент. Насколько далеко от вас находится ваш телефон, насколько часто вы заходите в ту или иную поисковую систему, обращаетесь к своему персональному компьютеру или же планшету или другому гаджету, который подключает вас к сети интернет. Так на западе ведущие разработчики данного вопроса уже давно ограждают своих детей от бесконтрольного взаимодействия с гаджетами и жестко регламентируют. Существуют нормативы, которые свидетельствуют о том, что запредельное использование по времени гаджетами приводит к нарушению высших психических функционирований, высших психических функций. гаджетов даже были на западе проведены исследования, в которых испытуемые были поставлены в условия депривации или когда они отказывались от использования гаджетов. И психологическое состояние, которое на первых этапах испытывали данные испытуемые, аналогично некой наркотической ломке, когда человек ощущает различные физиологические недомогания. Но по истечении определенного времени, когда внимание респондентов или испытуемых переключалось с гаджетов, электронных гаджетов, носителей и различной информации на бумажные носители книги или общения других людей, на живое общение, наблюдалось существенное повышение субъективных оценок от благополучного психического, психологического состояния. То есть люди начинали себя чувствовать гораздо спокойнее, увереннее. Уходила эта тревога, которая как раз поддерживается постоянной потребностью быть в курсе так называемых событий. Взаимодействие и живое общение поддерживало в людях и возрождало в людях уверенность в себе, свою самооценку и свое самоотношение, раскрывало перед ними различные горизонты и варианты своего самовоплощения в различных видах деятельности. Почему бы нам не попробовать каждому сейчас сидящему перед экраном не провести с собой этот эксперимент, когда вы неделю просто будете читать книги, бумажные носители, будете общаться со своими близкими, пометуя о том, что человеку прежде всего нужен другой человек для своего существования, для подтверждения своего существования, как об этом еще в середине XX века говорил известный писатель Станислав Лем в своем произведении Солярис. Так вот, о чем мы дальше продолжим с вами говорить, о том, что мир информационных технологий в обществе потребления, это мир массовой зависимости, манипуляций и деградации. Мне бы хотелось, чтобы вы эту мысль осознали. Между тем, именно в этом мире происходит реальное воспитание подрастающих поколений. Так вот, какие же ценности формируют современные СМИ интернету молодежи? Обращаясь к действию доминирующих масс-медиа, к реальным агентам воспитания можно увидеть циркуляцию самых разных, порой противоположных ценностей. Между тем, этот ценностный хаос хорошо организован, поскольку информационные потоки действуют, минуя сознание непосредственно на эмоциональную сферу. Что-либо наблюдая и во что-либо включаясь в интернет, так скажем, в информационном потоке, организованном СМИ или интернет-технологиями мы рецептируем, мы воспринимаем безоценочно и без критики ту или иную информацию. Наш взгляд быстро скользит и останавливается лишь только на том, что эмоционально задевает нас. Так вот, интернет-СМИ формируют по нашему мнению ценность прежде всего у молодежи ценность запретного. Стремясь расширить свои аудитории, СМИ и интернет-промоутеры зачастую прибегают к запретным темам и приемам, завлекая как можно больше пользователей и своих услуг. При этом ложь, обман, пошлость, подтасовка фактов и прочие грязные технологии становятся обычным делом. Молодому поколению внушается мысль о безграничных возможностях интернет-технологий для самореализации, особенно в социальных сферах и различных интернет-порталах. Если мир реальный накладывает различные ограничения, то мир виртуальный эти ограничения снимает. Все, что запрещено в реальном мире, разрешено в мире виртуальном. Механизм запретного плода срабатывает безотказно, привлекая большинство молодых людей. Сегодня в интернете в различных сетевых сообществах можно найти любую информацию, поднимать любые темы, прежде чем более и при этом чем более запретными будут эти темы, тем быстрее они найдут свою аудиторию. И эта аудитория разрастется. И главное, что никто не несет никакой ответственности за это. Поскольку реальное живое межлическое общение заменено коммуникациями, в которых пользователи удалены и деперсонализированы. Если учитель в школе или преподаватель в УЗИ позволил себе что-то лишнее, то с него всегда смогут спросить. Но в интернете спрашивать не с кого. Информация и ее источники как правило скрыты, удалены и не персонифицированы. Таким образом СМИ интернет формирует сегодня мир выхода в сферу запретного. Цель запретного всегда использовалась в совместительных манипуляциях. Запретный товар образа услуги и прочее легко находят своих потребителей и легко фабрикуются. Опасность заключается в том, что соединяясь с современными информационными технологиями, зона запретного выпадает из социального контроля и покрывает все общество. Общество и люди научаются жить в патологии, быть ненормальными и в значительной мере благодаря влиянию новых масс-медиа. Современные СМИ и массовая культура все больше сдвигаются в сторону культивирования аномального. Под прикрытием трендовых инсталляций и различных перформансов в неискушенных молодых умах утверждается эстетика уродства, мода на безобразное, культ отклоняющегося поведения. В СМИ на телевидении социальная патология выдается за норму. На экране бесконечно фигурируют образы воров, бандитов, проституток, маньяков, мошенников, убийц, насильников и так далее, наркоманов и тому прочее. Непрерывные ток-шоу захлебываются в обсуждениях жутких семейных драм, невероятных конфликтов, аномальных связей и ориентаций и тому подобное. Это происходит изо дня в день по разным каналам, сайтам, сетям. В социальной психологии известен один закон массового сознания. Все то, что попадает на страницы СМИ и интернет, означает моменты социального признания. Тем самым общество признает нормальность этого, нормальность того, что показывается. Молодежь приучается жить в этом ненормальном и соответственно ценность запретного в обществе потребления формирует понятие патологии, запуская стремление пренебречь нормами социального общежития общежития и устоями традиционных институтов. Рассмотрим роль высшей школы, так как мы свое исследование проводили в основном на студентах высшей школе, то отчасти все вышесказанное носит универсальный характер. анализ литературы других исследований, которые были проведены на других выборках учащихся, обучающихся. СПО свидетельствует о распространении выявленных закономерностей, принципов, распространении эти принципы закономерности распространяются и на них. Так вот, во все времена высшая школа в лице университетов и система профессионального образования представляла собой культуропорождающий проект, направленный прежде всего в будущее. Система высшего образования всегда выступала как особая сфера и уникальный механизм воспроизводства ценностей, который отвечает определенному типу социокультурной формации. Между тем, по мнению многих крупных мыслителей, на рубеже последних веков в высшей школе наметился явный сдвиг в сторону диагноциологизации образования. Универсальные знания постепенно выводятся из образования в теневые структуры неожиреческого формата. И в самом образовании наметились тенденции где рационализации, империзации, технологизации и прагматизации подготовки. То есть не отвечают на вопрос о том, как это произошло и что это такое нефеноменологические, что с этим можно сделать, как этим можно манипулировать. В гуманитарно-педагогическом отношении отмечается процесс ценностной трансформации образования. И хотя процесс этот затрагивает содержание обучения и носит сугубо дидактический характер, но имеет глубокий психологический гуманитарный смысл, который напрямую связан с психологическим здоровьем молодежи. Многие ученые отвечают, что мы сейчас находимся на рубеже перехода от знаниевой парадигмы обучения к компетентностной парадигме. Этот переход западное общество совершило на рубеже 20-го, в конце 20-го века мы сейчас находимся в этом состоянии с тех пор, как внедрилась вот эта болонская пресловутая система. Рассмотрим, чем отличаются знания от компетентностей. Знания может быть не все так плохо, но обратимся к понятиям категориям содержания этих категорий. Знание как целевой элемент и основной результат обучения имеет высокие ценностные ранг универсального порядка, а приходящие на замену ему компетенции такой ценности не имеют и носят сугубо инструментально функциональное значение индивидуального порядка. Зачастую студенты приходя к преподавателю требуют от него показать условно-образно говоря на современном этапе как и на какие кнопки нужно какой последовательности нажимать. И совершенно их не интересует вопрос а как создать новый продукт какова история возникновения того или иного феномена того или иного процесса или явления каковы его принципы и сущностные характеристики и это печально на уровне компетенции или человек с компетенцией с только лишь с компетенциями с умением нажимать на кнопки не сможет повторить подвиг который был совершен в начале 50-х годов и в начале 60-го 61-го году вот мы недавно отмечали с вами день космонавтики он не сможет повторить этот подвиг хотя тогда уже строились планы на покорение на меж как говорится планетные полеты покорения других систем путешествия межгалактическое путешествие планировалось но это осталось только лишь мечтами и обусловлено как раз так скажем прекращение даже фантазии в это в этом направлении мечтаний в этом направлении доминированием все того же общества потребления космос в общество потребления никак не вписывается и о владении освоение его так вот контексте формирования психологического здоровья молодежи нужно отметить что знания составляют основу его духовного компонента знания сила тезис тезис фрэнсиса бэкона можно продолжить добавив что знание это еще и большая ценность шекспир писал что знание это крылья поднимающие нас на небеса безусловно психологически здоровый молодой человек имеет адекватную картину мира и понимание своего места в нем что может обеспечить такую картину мира прежде всего знания фундаментальные знания теоретического порядка знания о сущем отражающие универсальный план бытия и построения мира сформированные и принятые личностью знания становятся внутренней ценностью входят в смысловой спектр жизни каждого дееспособного человека сегодня мы являемся свидетелями абсурдной и опасной тенденции освобождения образования от знаний или диагностиологизация обучения на место знаний приходят новые образовательные конструкты в лице компетенций которые означают овладение ценностными процедурами целостными процедурами деятельности то есть процедуры заменили знания во все времена общество стремилось передать знания новым поколениям в различных объемах формах репрезентации способах усвоения обучать знаниям это значит учить самостоятельно мыслить задавать вопросы понимать реальность и принимать решения путь к знанию лежит через череду нелегких самоизменения необучаемого это сложный путь это так называемый путь через тернии к звездам который овладевает обобщенными способами познавательных действий ситуации учебного сотрудничества и в этом заключена путь и в этом заключена суть учебной деятельности ученик овладевает методологией познания как целостным опытом самосовершенствования обучать компетенциям это значит вырабатывать нужный набор умений и востребованный тип поведения в наличной ситуации этот путь следования программе по овладению процедурами деятельности при этом внутренней духовной перестройки в сознании может и не происходить таким образом при буквальном следовании компетентностной модели таким образом при буквальном следовании компетентностной модели и насаждении ее в образовательной практике может произойти отход от знаниевой парадигмы в содержании обучения что и это чревато свертыванием ментально-познавательных структур сознания и мышления, опустошением духовной основы психологического здоровья. Если вы смотрели недавно фильм, который транслировался по одному из центральных каналов телевидения, который был достаточно популярен в 80-е годы, это отроки во Вселенной и Москва, Кассиопея, то в этом фильме рассказывается о том, как 40-летние подростки были отправлены на помощь, подающие бедствие цивилизации в огромном космическом пространстве, в неопределённом направлении. И было это вызвано тем, что по расчётам учёных, они смогли бы достичь как раз точки, из которой исходил сигнал бедствия, к периоду своей взрослости, зрелости, к 40 годам. Но произошли непредвиденные обстоятельства, и подростки как раз 14 лет очутились в необходимой точке. И они смогли справиться с заданными, поставленными перед ними задачами, поставленными перед ними задачами, как 40-летними. Они смогли это сделать в своём подростковом возрасте. Я сомневаюсь, что люди, обладающие компетенциями, выросшие на как раз вот этой процедуре овладения компетенциями, смогли бы это совершить то же самое сегодня. Даже, по-моему, бы и не стали фантазировать в этом направлении. Мы видим как раз по тому, как у нас не летают ракеты, не создаются новые машины, не новые двигатели, новые, так скажем. Хотя ещё в 70-х годах была речь, разрабатывалась теория термоядерного синтеза, которая совершенно бы перестроила всю систему, так скажем, и методологию, и принципы движения и перемещения в пространстве. Так вот, мы уже с вами общаемся практически целый час. И хотелось бы в завершении, конечно, масса материала ещё много было подготовлено для этого выступления. Но в качестве такого финального акцента мне бы хотелось сказать следующее, что хотелось вам пожелать всё-таки самореализоваться в процессе овладения культурными консервами, по выражению одного из выдающихся психологов, для того, чтобы насытить себя различными способами и возможностями воплощения своей индивидуальности в мир других людей, оставить в себе или в своём окружении тот след, который будет знаменовать ваше содержательное пребывание в этом мире. Мне бы хотелось, чтобы это время вынужденной изоляции было вами потрачено не на компьютерные игры, а на освоение и познание своих возможностей, расширение своих способностей. Потому что всё, что нам заложено природой, находится на уровне задатков. И только лишь с помощью собственных усилий и труда мы сможем эти задатки сформировать в способности. Всё-таки способности носят больше личностный характер. И на этом моменте мне бы хотелось закончить своё выступление и сказать, что пожелать вам стремление работать над собой, трудиться и совершенствовать себя. Тем более, что современные онлайн-технологии это позволяют делать хорошо. Несмотря на то, что перед этим я говорила о том, насколько деструктивно воздействие этих онлайн-технологий, можно их деструктивное воздействие, так скажем, компенсировать и позитивными моментами. Это как знание или ядерные процессы, которые служат на благо человечеству в форме атомных электростанций, или же разрушают это человечество, находясь в руках или в форме тех или иных деструктивных объектов. Надеюсь, что сегодняшняя наша встреча расширила ваше представление о себе, о мире. Спасибо за внимание.